Здравствуйте! Меня зовут Тера Ливанчук, и я живу в деревне. Я три дня не была. Видите, у меня удочка моя, эта пугалка. Как она мне понравилась. Так загонять хорошо кур и этих индюков, и всех-всех. Так, не была у индюков уже дня три. Вадим их там кормит. Накладываем вместо питья снег. Ну, пока вот, думаю, что там тепло. Давайте посмотрим. Вот, ручку хорошую сделал, Верку хорошую сделал. Прям отлично. Вот это, ребята, кремец. Может быть, конечно, минус, но так ничего. Тепло у них тут, сухо. Ну, сухо, потому что замерзло все. Смотрите, что. Вот все, Вадима наругала. Говорю, зачем ты? Вот кормушка стояла здесь три дня назад. Вот здесь вот. И они все просыпали. И, в принципе, они тут нормальные мебелиды. Да, можно было не сыпать. Ну, я там добавки сегодня добавила. Вот они, да. Ну, все хорошо у вас. Да, вроде нормально все у них. Извините, покажу помед. Тут все нормально, видите. Все хорошо они едят, нормально. Ну, все, оставайтесь. Снежок у вас есть еще попить. Все, давайте. Проверила. Живы-здоровы, все хорошо. Все хорошо у них тут плотненько. Вот так вот мы живем. Смотрите, сегодня среда. Мы были в воскресенье. Опилок было вот так вот здесь. Вот так вот. И даже выпирало вот так вот сюда вот выпирало. Вот смотрите, в воскресенье мы были ночью. Значит, нищетово. Понедельник, вторник, за два дня. Смотрите, выгребли сколько. Вот осталось совсем около стеночки. Но вы не думайте, что это мало. Вы даже себе представить не можете, насколько, сколько это мешков. Это, не знаю, тысячи мешков еще можно набрать. Потому что вот вообще, смотрите, прям какая гора. Вообще прям вот. Так что мы приехали еще. Ну, что-то мало мешков. Десять мешков нашли. Но все равно у нас больше не войдет. У нас два мешка там зерносмеси еще лежит. Так что там три, восемь, девять, десять. Наверное, тоже так же одиннадцать будет. Сегодня нам заказали яйца. Я вот собрала три десятка. Сейчас, чтобы все видно вам было. Оставлю. Вот. Терез. Впереди немножко мелкие, сзади крупные. Так, чтобы видно вам было, сколько грамм. Так, вот. Вот. Вот хочу вам просто показать, что они не вмещаются даже между собой. Вот даже в ряду. Представляете, вот не то, что там крышка не закроется. Крышка тут точно не закроется. Они даже в ряду не вмещаются. Поэтому я вот тут отмолотки яйцо. От какой-то. Вот так сделаю. Но это вот я вот взвесить хочу. Восемьдесят пять. Восемьдесят четыре грамма. Восемьдесят три. Вот. Видно, да? Хотя у меня от Loman Brown было девяносто грамм. Восемьдесят два, восемьдесят три грамма. Ну, такой же. Восемьдесят семь грамм. Восемьдесят шесть, восемьдесят семь грамм. Смотрите, какие яйца несут. Это доминанты. Доминанты. Это я покрупнее выбираю, конечно. Восемьдесят девять. Что-то какое-то. Оно может... Между прочим, если яйцо не очень свежее, оно легче. Знаете, да? Ну, вот это вот самое крупное яйцо. По-моему, восемьдесят семь грамм. Семьдесят семь грамм. Вот это еще свежее. Восемьдесят один грамм. Восемьдесят один. Так, ну вот. Это яйца от моих двоих, двух старых доминантов. И несколько что-то оставалось еще от кученок. Я кученок продала сколько? Две недели не прошло. Еще дней десять назад продала кученок старых. Четыре штуки. И вот от них еще немножко оставалось, что они неслись не очень хорошо. Но оставалось. Ну, не знаю, что в десять, наверное, от них осталось. Остальное все нанесли вот эти мои доминанты. Вот эти вот маленькие, вот это еще ряд вот меленьких. Видите, они как-то помельчат. Сейчас я вам тоже их взвешиваю. Это черная курочка моя несет. И еще какие-то, видно, вот пятьдесят восемь грамм. Еще занеслась какая-то молотка, мне кажется. Потому что прям совсем вот шестьдесят грамм. Вот это вот самое маленькое яйцо. Вот, прям совсем от молотки. Потому что вот, пятьдесят четыре грамма. Это занеслась какая-то молотка. Какая пока я поймать не могу. Так что вот. Ну, вот такие вот у меня яйца. Голубые я сейчас светло-зеленые собрала на инкубацию. Заказали мне. Тоже надо позвонить девушке, чтобы уже забирала. И, в принципе, все. Им от маранов остались. Вот яйца немножечко от маранов остаются на еду. Еще, ну, вот такие. Вот, смотрите, какое-то нашли в подстилке. Они иногда в подстилку взрывают. Видите, вот это в подстилке. Оно не плеснилое, оно просто какое-то белое. Его если поцарапать, вот так вот намочить. Видите, оно темное получается. Это не плесень, это что такое? Высыхает, потом опять налет такой. Ну, вот такие вот мараны несут. У меня. Так что вот. Ну, яйцо я продаю 100 рублей десяток. Такие крупные, конечно, уже и 120, наверное, десяток. Ну, и Вадим какие, чуть ли не по 90. Еще принес? Тихо, какой красивый. Какие солнышки красивые. Вадим еще принес. Смотрите, прям опять классика. У нас всегда вот так классика жанра. Прям разноцветный. Дай-ка еще марань сюда положить. Для красоты. Вот. Видите, голубенькая, зелененькая. Разноцветный. Розовых у меня нет и белых у меня нет. Прям хоть по одной курочке купи, которая такие яйца несет. И будет очень все хорошо. Так, ну все, поехали. Сегодня мы навещаем Нюшу, потому что Света сказала, что она орет. У меня ощущение такое, что у нее охота. Слышите, орет. Она только что гуляла. Вот так вот она живет здесь. Только что гуляла. Ну ты что кричишь? Тебя охота, что ли? Маленькая моя. Маленькая моя Нюша. Не хочет, чтобы ей гладило. Не хочет. Хвостиком виляешь? Ну-ка, покажи. Хвостиком виляешь? Хозяева меня еще не видели. Я просто тут сама захожу. Ты моя козя, козя, козя. Моя козя. Вадим пошел проведывать тоже. Вот. А мы поехали покупать зимнюю резину. Сегодня... Какое, Вадим, число? 19. 19, отвяжись. Вот, 19 ноября. Но вы не пугайтесь. Мы ездим на зимний, только старый. Сейчас расскажу вам историю про эту резину. А я, может, уже рассказывала. Ну, повторю. Может, забыли, а может быть, не рассказывала. На всякий случай повторю. Когда у меня образовалась дырка, стало сдувать колесо. Ну, резина стала сдувать. Я поехала на шиномонтажку, кто тут недалеко. И парень, когда снимал, говорит, о, Господи, и снять не может. Вы, говорит, ты когда меняли резину-то? Я говорю, ну... Вообще-то это лето я езжу на зимней резине для того, чтобы докатать ее и купить на зиму-зимнюю. Он говорит, нет, ну, вообще, сколько лет-то этой резине-то? Ей, наверное, лет 10, говорит он. Я говорю, ну, угадали. Ей 10 лет этой резине, потому что автомобили с 2010 года мы купили в 2014-м вот с этой резиной, на которой уже катались. Они же не меняли ее, наверное, прям с нуля купили новую. Да и ездили. Ну, 4 зимы там, что они проездили? А мы-то купили уже, видно, что бэушнее маленечко. И представьте, с 2014-го года мы ездим на этой резине. Больше вам скажу. Вот мы ездим зимой, да, зимний сезон на ней. 10 зимних сезонов. И еще 2 лета, 2 летних сезона мы еще на этой зиме проездили, потому что в прошлое лето мы тоже помечтали докатать ее и купить на зиму новую, но что-то решили, ну, не получилось. Мы же дом обшивали. У нас совсем было, мы все в долгах были. И мы как-то потихонечку решили еще зиму отъездить. Ну, раз зиму отъездили, еще и лето отъездили. И вот сейчас только поехали. Получается, она у нас откаталась 12 сезонов. 10 зимних и 2 летних. 2 полных года. Вот. Что еще сказать? Резина это бриджстоун, японская. И мы все время думали, думали, ну, это Вадим все мне все изучил и все мне рассказал. Поэтому я повторяю его слова. Ну, как бы и тоже сама, конечно, интересовалась и тоже вывод такой сделала. В общем, мы выбирали между Мишлен или Мишеллен, Вадимка, правильно? Ну, Мишлен французская и вот эта вот предшествованная японская. Ну, что мы? Мы решили сразу, что мы будем брать не шипованную. Будем брать на липучках. Ну, потому что по нашему по нашему по снегу, ну, по дорогам. В общем-то, все нам подходит лучше без шипов. Вот. Посмотрели отзывы по Мишлен и бриджстоун, ну, вот как там рассказывают. Смотрите. Если нам нужно более мягкая, плавная, комфортная езда, то нужно брать французскую Мишлен. А если вам нужно маневренность лучше соблюдать, вот она тормозной путь у нее короче, ну, и так далее. Вот это все как бы для безопасности, это лучше японская. Конечно, я выбрала лучше для безопасности, потому что мягкая, плавная, комфортная, это вообще не для меня. Я пожестче люблю ездить. Поэтому мы выбрали бриджстоун. Та же самая резина, которая была у нас, стояла. И, в общем-то, вот. Начали мы звонить у нас в Новосибирске. Вадим звонил. В Сибирь колесо все рекомендуют. Мы обратились в Сибирь колесо. Там одна шина стоит на одно колесо 10 с чем-то тысяч. Одна. Получается больше 40 тысяч. И все, вот звонили-звонили. Вадим еще нашел другую фирму. И там тоже. Что ты говоришь, они делают у нас здесь их, да? Да, наверное. Наверное, говорит. Ну, неизвестно. Ну, ладно, бог с ним. Вот. Нашли еще одну. И там она стоит 9 350. Практически одна резина на тысячу рублей дешевле. Ну, вот мы сэкономили получается 4 тысячи рублей. И еще скажу, вот в той Сибирь колесо сразу скажу, вам отзыв напишу. Нам не понравилось, кто там, консультанты или кто там берет, оператор. Лично мне не понравилось. Она была такая вся вялая, не заинтересованная, сказала, ничего мы вам не бронируем, езжайте сами по факту покупайте. Сказала, куда ехать. Что-то какая-то невежливая. Еще и дороже получается. Ну, короче, не понравилось. А вот эта, куда мы сейчас едем, очень все вежливо, парень с Вадимом поговорил, на громской связи, все мне понравилось. Сказал, давайте вам забронируем, вы сегодня поедете? Мы говорим, да, все, вас ждет на такое-то имя, вас ждет эта резина. Еще сказали нам, что нам бесплатно переобуют там и что еще? Все еще, да? Все. Ну и все еще, и все, и нас устроило, все устроило нас. И мы поехали. И ближе, да, Вадим? На этой стороне. И ближе ехать. Вот, ну, в общем, мы поехали Бриджстон покупать зимнюю на липучках. Я никогда в жизни на липучках не ездила. Вот, посмотрим, как оно. Потом посмотрим, еще мы взяли летнюю на дисках, у нас на дисках и зимняя, и летняя мы просто меняем колеса. Мышины. Опа, я не туда, Вадим. Вот сюда. На автогенную же мы едем, да? Вот, все, я перестроилась. Вот. Сейчас заедем на автогенную поддон и купим для кур. Для анасеста. И у нас все будет хорошо. Поднимем повыше, спасибо, порекомендовали. Поднимем повыше, чтобы внизу побольше места было, ну, и вверху они тогда по этим поддонам лазить не будут, если у них там как бы мало места. В общем, нормально все будет. Хорошо, исчищать удобно и место побольше будет. Вот так вот сделаем. Ну, все, про резину, Вадим, все сказала, да? Да? Угу. Что-то Вадим сердится, все время сердится на меня, не знаю что ли. Просто так вот сердится, просто так возьмет и грустный. Вот просто так. Вот вообще просто так, на ровном месте. И я тоже грустная. Думаю, что я не так сказала, что не так сделала, что я не так ляпала, что не так потанцевала, что не такую песню спела. Да, Вадим? Не такую песню спела, да, тебе? Или как? Что-то не так сделала, потому что все равно же от меня все зависит, правда же? Вот так вот. Ну ладно, будет продолжение. Все, нам поменяли. Хотела немножко снять, как меняют, но что-то тут мы пошли в магазин, пока нам меняли. И нам так быстро, чик-чик, все. Получается так, нам сняли с дисков летние, мы их вот думали в машину войдут, вошли в машину, мы их забрали с собой, там что-нибудь в огороде, куда-нибудь мы. Может быть, мы там около гаража, нам дренаж небольшой нужно сделать, может, на дренаж используем эти колеса. Так, резину эту, а зимнюю, на которой мы летом сняли, и надели вот эти вот новые. Еду, не знаю, метров пока сто. Мне мягко, хорошо, тихо, все нравится, конечно, но кому это не понравится, когда 10 лет на одной резине кататься, а потом новую поставить. Конечно, всем понравится. Ну, кроме того, конечно, они там все отцентрованные, отбалансированные, и все, все хорошо. Поэтому, потому что, как я понимаю, может быть, я в чем-то не права, как я понимаю, если на дисках резина, тогда получается, ну, просто тупо меняешь колеса, и все вместе с дисками, а когда резину меняешь, когда на шиномонтажке, ну, просто на те же самые диски резину меняешь, тогда получается, они же балансируют, все делают их, вот так вот, а это, а у нас не балансированные, они просто меняем диски с колеса, с резиной вместе, и все. Ну, как я вот своим дилетантским этим умом понимаю это все. Поэтому, конечно, приятно ехать, что тут говорить. Еще вот Вадим сказал, что, как бы он, что ты сказал, Вадим, что, что наоборот, вот эта резина для мягкости и комфортности, а я-то думала наоборот, для вот, для маневренности больше, вот так. Но она мягкая, да, мягче, чем были, которые наши. Ну, наши-то, представляете, сколько им они уже задубили просто. И кроме того, что они шипованные, а этот-то нет. Вот так, еще отличаются. Конечно, это все не дешево, получилось. 38 с чем-то, да? 37 500. 37 500 получилось. Ну, конечно, это, ну, если ты на 10 лет, если мне совесть позволит 10 лет кататься на этой резине, или это, или возраст позволит, я не знаю, что, что-нибудь, что-нибудь время позволит, если кататься. Ну, то, что, однозначно, она будет, как бы, километраж меньше будет, то, что я на дальнее расстояние уже не езжу. Другое дело, со временем же она все равно, резина портится, хоть как, хоть она даже просто стоит, где-нибудь в тепле. Я думаю, что все равно резина есть резина. Она со временем как-то немножко, как бы, стареет. Поэтому, вот, вот такая вот у нас история. Что-нибудь добавишь, Вадим? Вот так, вот оболочек. Ну, ладно тогда. Поехали мы еще в одно местечко, зайдем, может, что-нибудь покажем. Можете себе представить, я ни разу в жизни не ездила в метро в Новосибирске. Представляете? И сейчас была такая хорошая возможность съездить, и я не поехала. А съездить можно было. У меня на Авито купили экран для диапроектора за тысячу рублей. Ну, и мужчина попросил привезти, заплатить с доставку. И, представляете, можно было съездить, а раз тут Вадим подвернулся, и Вадим поехал, а я в логос ходила, ткань купила, перетягивать стулья. Ну, вот, метро как метро. А я не поехала. Я сейчас спустилась Вадима встречать. Вот так. Буду здесь ждать его. Можете себе представить, что я даже не знала, что у нас стоимость проезда 25 рублей. Я почему-то думала, прям дорого. Рублей 40. Так, ну, это не станция метро, это просто автобус какой-то. Вот наш метрополитен. Сейчас скажу, где я сейчас нахожусь. Вот здесь золотая Нива. Мы от нас едем. Можем по Богатково домой, можем по Кашурниково. в ту сторону мы живем. Так. Так интересно. Так мало станций. Я же в Питере жила 10 лет. Ну, не в самом там, пригороде. Но все равно интересно. на том берегу всего две станции метро. Вот. Студенческая площадь Маркса. Вообще все интересно. вот. Такие у нас автоматы. Я же с деревни. Я же даже и забыла, как они выглядят. По 25 рублей. Ну, нормально, я считаю. Это нормально, я считаю. Вадим сейчас поехал вот сюда. Вот так. И вот так. Вот сюда поехал. Там он отдает экран. Вот смотрите. У нас сегодня выход в свет. Мы пришли в магазин посудоцентр. Что-то тут ничего не купили. Смотрим. Стоит аппарат кофейный. Мы взяли с Вадимом по кофе. Смотрим. А у нас были творогушки. Вот такие. В сумке. Смотрим. Тут такой хороший стол. Стулья шикарные. Сейчас покажу. Шикардосные. Такие удобные. Вот получается мы сходили в кафе. Прикольно. Все. Новый год. Новый год. Скоро новый. Новый год. Так приятно тут сидеть. Вон наш автомобиль с новыми резинами. Мы отмечаем. Короче. Адин, давай. Ну, чтобы резина долго носилась. Все. Приятный аппетит. В会и. Адинь.